О Генри! Девушка! На нижнем стекле двери комнаты номер 962 золотыми буквами были выведены слова Робинс и Гартли, маклеры. Клерк уже ушел, было начало шестого, и уборщицы с грузным топотом табуна премированных першеронов вторглись в вонзающиеся в облака двадцатиэтажный небоскреб, наполненный конторами. Дыхание до красно-раскаленного воздуха, надушенного лимонными корками, угольным дымом и ворванием проникало сквозь полузакрытые окна. Робинс, 50 лет, перезрелый красавец, завсегдатай всех премьер и шикарных ресторанов, притворялся, будто он завидует развлечениям своего товарища и компаньона. Но вы, конечно, намерены сегодня вечером предпринять что-нибудь по части сырости, сказал он. Знаю я вас, прохлаждающихся за городом молодчиков, умеете пожить. Кузнечики у вас там разные и опять же луна к вашим услугам, не говоря уже о коктейлях и всяких там делишках на крыльце. Гартли, 29 лет, серьезный, стройный, красивый, малый, нервный, вздохнул и слегка нахмурился. Да, сказал он, у нас всегда прохладные вечера в Флергерстре, особенно зимой. Какой-то человек с таинственным видом вошел в контору и подошел к Гартли. Я узнал, где она живет, объявил он тяжелым полушепотом, по которому люди-братья узнают сыщика за работой, как меченого. Гартли движением бровей привел его в состояние сценического молчания и статуарности, но в это время Робинс взял трость, переколол по своему вкусу булавку в галстуке и, сделав светский поклон, отправился к своим столичным развлечениям. Вот адрес, сказал сыщик теперь естественным голосом. Он ведь был лишен слушателей, которых он мог бы поразить. Гартли взял листок, вырванный из грязной записной книжки и щеки. На нем карандашом были нацарапаны слова «Вивьен Арлингтон, номер 341, Восточная улица, на попечении миссис Маккомис». «Переехала туда неделю назад», сказал сыщик. «Если вам понадобится слежка, я могу сделать это, как никто другой в городе. Это будет стоить вам всего 7 долларов в день и расходы. Могу ежедневно представлять печатный отчет, захватывающий...» «Нет, не стоит», перебил его Маклер. «Это не такого рода дело. Я просто хотел узнать адрес. Сколько вам следует с меня?» «Один рабочий день», сказал Ищейка. «Десятка его покроет». Гартли заплатил сыщику и отпустил его. Затем он вышел на улицу и вскочил в вагон, шедший на Бродвей. На первом большом перекрестке он пересел в вагон восточного направления и высадился на пришедшем в полный упадок проспекте, некогда укрывавшем в своих старинных зданиях красу и славу города. Пройдя несколько кварталов, он подошел к дому, который искал. Это был новый жилой небоскреб, на портале которого из дешевого камня было вырезано звучное наименование – Валламброза. Пожарные лестницы спускались зигзагами по его фасаду, обремененные домашним хламом, сохнущим бельем и орущими детьми, выселенными с мостовой летним зноем. То тут, то там выглядывало из этого смешения чахлое растение, как бы недоумевая, к какому царству оно, собственно, принадлежит – к растительному, животному или искусственному. Гартли нажал кнопку «Маккомис». В Нью-Йоркском жилом небоскребе каждая квартира имеет свой звонок на парадные с улицы. Дверной замок щелкнул спазматически с гостеприимством, смешанным с нерешительностью, словно бы он сомневался, кого он впускает – друга или кредитора. Гартли вошел и начал карабкаться по лестнице обычным приемом людей, разыскивающих своих знакомых в жилом небоскребе. Это прием мальчишки, взбирающегося на яблоню. Он лезет, пока не дотянется до яблока, которое он себе наметил. На четвертом этаже он увидел Вивьен, стоящую у открытой двери в свою квартиру. Она пригласила его внутрь кивком и сияющей искренней улыбкой. Она поставила для него стул около окна и грациозно устроилась сама на краю одного из тех предметов обстановки, которые маскируются и таинственно закрываются днем и превращаются в инквизиционные орудия пытки ночью. Гартли, прежде чем заговорить, окинул девушку быстрым, критическим, проницательным взглядом и поздравил самого себя с безукоризненным вкусом в выборе. Вивьен было около 21 года. Она принадлежала к чистейшему саксонскому типу. Каждая прядь ее красновато-золотистых, изящно подобранных волос, сияла своим собственным блеском и имела особый нежний оттенок. В полной гармонии был ее чистый, как слоновая кость, цвет лица и глубокие синие, как море глаза, смотревшие на мир с мечтательностью морской сирены или феи, неоткрытого еще горного ручья. Она была крепкого телосложения, но в то же время обладала полной непринужденности грацией. Тем не менее, при всей северной чистоте и ясности ее линий и колорита, в ней, казалось, было и что-то от тропиков, какая-то томность в непринужденности ее позы, наслаждение и покой в простодушном ее довольстве собой, в самом акте дыхания, что-то свидетельствовавшее о ней, как о совершенном творении природы, достойном поклонения наряду с редким цветком или какой-нибудь великолепной молочно-белой горлицей среди скромно окрашенных подруг. На ней была белая блузка и черная юбка, предусмотрительный маскарад пастушки гусей, которая на самом деле герцогиня. «Вивьен», — сказал Гартли, умоляющий, глядя на нее, — «вы не ответили на мое последнее письмо. Я разыскивал вас почти целую неделю, прежде чем мне удалось узнать, куда вы переехали. Почему вы держали меня в неизвестности? Ведь вы же знали, с каким нетерпением я хотел увидеть вас, услышать о вас». Девушка задумчиво смотрела в окно. «Мистер Гартли», — промолвила она нерешительно, — «я право не знаю, что вам сказать. Я понимаю все преимущества вашего предложения и иногда думаю, что могла бы быть счастлива у вас. Но затем я снова начинаю колебаться. Я родилась горожанкой, и я боюсь, что не вынесу тихой жизни за городом». «Дорогая моя», — пылко произнес Гартли, — «я ведь сказал вам, что у вас будет все, чего пожелает ваше сердце, все, что будет в моих силах дать вам. Вы будете ездить в город, в театры, за покупками, к вашим друзьям, когда только захотите. Вы ведь верите мне, не так ли?» «О, я верю вам вполне», — сказала она с улыбкой и подняла на него свои ясные глаза. «Я знаю, что вы добрейший из людей, и что девушка, которую вы выберете себе, будет счастливицей. Я все узнала о вас, когда была у Монтгомери». «Ах!» — воскликнул Гартли, и в глазах его затеплился свет воспоминаний. «Я хорошо помню тот вечер, когда я впервые увидел вас у Монтгомери. Мисс Монтгомери целый вечер пела вам хвалы, и она едва ли отдала вам должное. Я никогда не забуду этого ужина». «Ну же, Вивьен, скажите «да». Я не могу без вас. Вы никогда не пожалеете, что приняли мое предложение. Никто другой никогда не создаст вам той уютной семейной обстановки». Девушка вздохнула и посмотрела вниз на свои сложенные руки. Вдруг ревнивое подозрение охватило Гартли. «Скажите мне, Вивьен», — спросил он, посмотрев на нее пронизывающим оком. «Нет ли здесь кого-нибудь другого? Может быть, тут замешан еще кто-нибудь?» Розовая краска медленно поползла по ее прелестным щекам и шее. «Вам не следовало спрашивать этого, мистер Гартли», — сказала она в смущении. «Но я сознаюсь вам, здесь, правда, замешан другой. Но он не имеет никакого права. Я ничего ему не обещала». «Его фамилия?» — сурово спросил Гартли. «Таунсенд». «Раффорд Таунсенд», — воскрикнул Гартли, свирепо стиснув челюсти. «Как этот человек узнал вас после всего, что я сделал для него?» «Его автомобиль как раз остановился внизу», — сказала Вивьен, высовываясь из окна. Он приехал за ответом. «О, я не знаю, что мне делать». В кухне зазвенел звонок. «Останьтесь», — сказал Гартли. «Я сам встречу его в передней». Таунсенд, похожий на испанского Гранта, поднимался по лестнице в своем светлом пике и панаме, с своими завитыми черными усами, прыгая через три ступеньки. Увидев Гартли, он остановился в замешательстве. «Ступайте обратно», — твердо сказал Гартли, направив свой указательный палец вниз. «Алло», — сказал Таунсенд, притворяясь удивленным. «В чем дело? Что вы здесь делаете, старина? Ступайте обратно», — непоколебимо повторил Гартли. «Закон джунглей». «Вы хотите, чтобы я растерзал вас в клочья? Добыча моя! Я приехал сюда, чтобы поговорить с водопроводчиком. У меня что-то водопровод в ванной комнате шалит», — мужественно возразил Таунсенд. «Прекрасно», — сказал Гартли. «Поздравляю вас! Вы соврали, предательская ваша душа. Ну а теперь вступайте обратно». Таунсенд спустился вниз и доверил внизу тяге, гуляющей по лестничной шахте, несколько крепких слов, чтобы она снесла их наверх. Гартли вернулся обратно к своему жертвеннику. «Вивьен», — сказал он «властно. Я должен иметь вас. Я слышать не хочу больше никаких отказов или отговорок. А когда вы захотите забрать меня? Сейчас, как только вы будете готовы». Она спокойно встала перед ним и посмотрела ему в глаза. «Неужели вы хоть одну минуту думаете, — сказала она, — что я войду в ваш дом, пока Элоиза находится там?» Гартли покачнулся, как от неожиданного удара. Он скрестил руки и прошелся несколько раз по ковру. «Она должна будет уйти», — объявил он мрачно. Капли пота выступили у него на лбу. «Почему в самом деле я должен позволять этой женщине портить мне жизнь? У меня не было ни одного спокойного дня с тех пор, как я знаю ее». «Вы правы, Вивьен. Элоиза должна быть изгнана, прежде чем я возьму вас к себе домой. Она должна уйти. Я решился. Я выставлю ее». «Когда вы сделаете это?» — спросила девушка. Гартли стиснул зубы и нахмурил брови так, что они соединились. «Сегодня вечером», — сказал он решительно. «Я отправлю ее сегодня вечером». «Тогда», — сказала Вивьен, — «мой ответ будет да. Приходите за мной, когда хотите». Она посмотрела ему в глаза нежно и искренне. Гартли едва мог поверить, что она согласилась серьезно. Она сдалась так быстро и так безусловно. «Дайте мне», — сказал он с чувством, — «ваше честное слово». «Честное слово», — нежно повторила Вивьен. Во дверях Гартли остановился и посмотрел на нее долгим взглядом, но это был еще взгляд человека, не смеющего верить в прочность своего счастья. «Значит, до завтра», — сказал он с поднятым в знак напоминания указательным пальцем. «До завтра», — повторила она с мягкой и искренней улыбкой. Через час сорок минут Гартли вышел из поезда в Лергерсте. Через десять минут он подошел быстрым шагом к решетке красивого двухэтажного коттеджа, расположенного на просторной ухоженной лужайке. На полдороги к дому он был встречен женщиной с черными как смоль волосами в развивающемся белом летнем платье, которое едва не задушило его без всякой видимой причины. Когда они вошли в холл, она сказала, «Мама здесь. Автомобиль приедет за ней через полчаса. Она приехала обедать, а обеда нет». «Я должен кое-что сообщить тебе», — сказал Гартли. «Я хотел было сначала осторожно подготовить тебя, но раз мама здесь, мы можем покончить с этим сейчас же». Он остановился и прошептал ей что-то на ухо. Его жена вскрикнула, мать ее вбежала в холл. Брюнетка вскрикнула еще раз радостным криком любимой и избалованной женщины. «О, мама!» — восторженно воскликнула она. «Знаете что? Вивьен будет у нас кухаркой, та самая, которая прожила целый год у Монтгомере». «А теперь Билли, дорогой», — закончила она. «Ты должен сейчас же пройти на кухню и рассчитать Элоизу. Она опять была пьяна сегодня целый день».